Подними руки на одну минуту, чтобы быть здоровым. И вот почему. Казалось бы, естественное положение рук достигается, когда они опущены вниз. Но мы готовы удивить вас. Физиотерапевты советуют поднимать их в течение дня вверх хотя бы на минуту за подход. И желательно почаще. Мы хотим рассказать о четырех причинах, из-за которых поднимать руки вверх крайне полезно для человеческого организма. Кроме того, из видео вы узнаете, как правильно выполняется такая простая, но эффективная гимнастика. Но для начала поделите своими предположениями на этот счет в комментариях. Ведь потом вы сможете сравнить свои ответы и мнения квалифицированных физиотерапевтов. А мы приступаем. Первая причина. Она носит скорее косметический характер. Поднимать руки несколько раз в день – это самый простой и эффективный способ избежать деформации позвоночника. Дело в том, что выполняя это упражнение, вы вытянете его. Дополнительным свойством будет развитие гибкости и избавление от усталости в области спины. Но для этого мы советуем еще и потянуть руки вверх во время подъема. Это лишь верхушка айсберга, ведь такая гимнастика оказывает и более глубинные свойства. О них мы расскажем во второй половине видео. Вы будете удивлены. Вторая причина. Периодический подъем рук вверх поможет вам выпрямить кишечник, чтобы еда проходила быстрее. Но как это отразится на здоровье? Положительным образом. Ведь так вы снизите вероятность брожения и гниения, а также минимизируете шансы развития дисбактериоза. Третья причина. Регулярное выполнение ленивой гимнастики поможет вывести из организма задержавшуюся воду, а также не допустит ее появления в будущем. При подъеме рук после еды или питья потребляемая пища будет быстрее проходить через кишечник, как мы и говорили ранее. Но в этом пункте мы хотим рассказать еще и об избавлении от вредных веществ при помощи этого упражнения. Вот как этого добиться. Просто выпейте один стакан чистой воды перед приемом пищи. Примерно за 20-30 минут. И поднимите руки вверх. Так вода смоет все шлаки с внутренних стенок кишечника. Четвертая причина. Она заключается в том, что при подъеме рук вверх вы оказываете помощь организму в восстановлении правильного расположения органов. Но что это значит? Все дело в том, что с возрастом внутренние органы, а особенно в грудной и брюшной полостях, начинают оседать. Они смещаются от естественного положения, живот начинает отвисать, мышцы пресса слабеют. В медицине имеется термин для определения подобного эффекта – лежачее сердце. Но так можно сказать и о других органах. Советуем во время подъема рук напрягать мышцы живота. Так вы окажете дополнительный положительный эффект. Как же правильно выполнять это упражнение? Достаточно держать руки над головой параллельно друг к другу. Для большего эффекта можно сомкнуть их в замок. Также следует потянуть тело вверх, за руками, и походить в таком положении минуту-другую. Пробуйте этот простой метод для профилактики проблем с желудочно-кишечным трактом и выпрямление позвоночника прямо сейчас. А также пишите, понравился ли вам такой вариант быстрой зарядки. Делитесь этим видео со своими друзьями, чтобы удивить их информацией о пользе обычного подъема рук вверх.